Ситуацию на фронте обсудим с нашим гостем. С нами на связи уже Николай Маламуш, генерал армии, руководитель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Николай Григорьевич, приветствуем вас. Вы в эфире телеканал Freedom. Доброе утро. Приветствую вас. Слава Украине. Героям славы. Николай Григорьевич, ну как вы в целом оцениваете ту историю с возведением оборонительных сооружений? Не только, вот мы вспоминали, Запорожской области, но я думаю, что те даже, кто ездит киевщиной, соответственно, киевским регионам, то и там мы наблюдаем определенные моменты, связанные с этим обустройством. Как вы оцениваете этот процесс? Ну, в первую очередь, мы сейчас избрали стратегию, конечно, держать позиции на линии фронта, и по пятерственным направлениям мы введем это успешно. Вторая составляющая – это уничтожение резервов противника от 800 до 1200 ежедневно. И третья составляющая – это, конечно, строительство укрепсооружений. Основные направления – это, конечно, Харьков. Это западная часть Донецкой, Луганской области, Запорожское направление, Херсонское. То есть там, где идут активные бои, и враг пытается проводить наступательные операции. Там построили и не только блиндажи, укрепсооружения, но и условные зубы, как мы говорим, не дракона, но как бы пирамиды, которые четко предотвращают возможность движения бронетехники по различным направлениям. Киев, как мы говорим, отдельная составляющая – это тот стратегический объект, на который всегда нацеливается враг. И в своей концепции и Путин, и другие представители «Держи Медведев» постоянно утверждают, что они готовы наступать на основные направления сейчас – Харьковское, Запорожское, Одесское, ну и, конечно, столица Украина – Киев. Поэтому в данной ситуации я считаю, что правильно, что мы создаем условия для очень мощной и шалонированной обороны. Мы прошли этот этап, я помню, 24 февраля 2022 года, когда очень активно в порядке делали первую, вторую, третью, четвертую линию обороны, но это были такие ускоренные форматы, небольшие инженерные сооружения, окопы в основном. Сейчас это стационарные системные модели, которые могут предотвращать практически любые колонны на передвижение бронетехники, САУ, системы радиоакционной борьбы, ну и, конечно, инженерные системы разрождения, разминирования. Это уже идет по научному формату, соответственно, стандартами НАТО и я считаю, что это будет очень мощным предостережением врагу, что к столице не поступится и тут будет эффективная модель обороны при любых раскладах. Но это войдет на перспективу. Я не хочу сейчас сказать, что тут мы прямо уже имеем как бы угрозу движения на Киев, но в любом случае нам не нужно допустить ошибки перед 24-м, когда считают, что войны не будет, наступлений не будет. Сейчас мы должны по всем секторам, включая столицу, закрыть возможность любых нестандартных действий противника, начиная от ДРГ, заканчивая какие-то прорывами или наступательными операциями. Николай Григорьевич, очень много сейчас говорят о том, что возможны какие-то движения со стороны противника, попытки в том числе, о которых вы сказали. Насколько сейчас у противника есть ресурс для подобных действий? Далее у меня для стратегических наступательных операций противника точно нет ресурсов. Вот буквально вчера институт изучения войны, определил, что только одно стратегическое направление быть более-менее успешно для россиян к лету этого года. Но я считаю, что и этого нет, потому что мы сейчас изматываем противника и, как мы неоднократно говорили, на протяжении примерно двух месяцев выводим в строю минимум 10-12 бригад врага. Это почти целая армия. Он не успеет мобилизировать, тем более новых. И для того, чтобы создать условия прорыва, для этого нужно быть в очень подготовленной боевой части. Проведены боевые слаживания. Очень большая составляющая – это новейшая техника вооружения, которой в России нет. И, конечно, концентрация в одном направлении. Но мы что ли не будем стоять? Это удары из телосплангов. Ожидаем и готовимся к таким ударам. Это неожиданные удары в других местах, когда враг концентрировал в том направлении, где мы говорим. Это возможные контрудары или наступательные операции. Поэтому широкомасштабных наступательных действий, я считаю, противник не смогут провести по многим секторам. Если будут даже пытаться, мы будем и мощно уже обороняться в том секторе, а в других – наносить удары и переходить к наступлению. Это будет очень мощный, альтернативный формат стратегии наших войск. Николай Григорьевич, вот смотрите, главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью к «Информу» отметил, что ситуация на фронте действительно сложная, но, как он правильно подчеркивает, на фронте она и не бывает другой. В последнее время количество возвращенных нами позиций, как отмечает Сырский, превышает количество утраченных. Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях. Его территориальные достижения, если они есть, имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем. Можем ли мы говорить, Николай Григорьевич, что к этому времени, в принципе, ну вот, если так, да, вот, можем отметить, что действительно ситуация на линиях соприкосновения, она, ну, неким образом уже стабилизирована. Хотя, понятное дело, что тут никакой статики речи не может идти, но все же, да, после вот этого авдеевского, ну, скажем так, захвата российской армии, мы к этому времени пришли к тому, что, в принципе, ситуация более-менее стабилизируема. Что вы скажете? Ну, в первую очередь, мы говорим о фактах. Нигде враг не продвинулся на большие расстояния. Если в плане где-то продвижения километр-два это в формате маневров войск, использование более выгодных ситуаций, отхода, для того, чтобы именно не создать условия противнику уничтожения наших сил и средств. Поэтому это логическая схема на войне, когда идут движения, в пределах нескольких километров ту или другую сторону. Поэтому СССР правильно говорит, мы где-то отходим, где-то наступаем, проводим контрудары. Но самое главное с нашей стороны это стабильность в целом фронта. Враг нигде не прошел и не пробил нашу линию обороны. Это первая составляющая. Вторая, то, что мы получаем системно сейчас боеприпасы, которые были в дефиците, в Авдеевке. Мы очень мощно освоили уже модель производства дронов, но альтернативы не те, которые Россия берет репами. Это китайские составляющие были. И в России в нас одни, те же элементы. Они все это знали. Поэтому сейчас я буквально все дни работал с представителями разных творческих групп ПКБ, которые производят дроны. Это новые системы дронов, которые наносят удары и по войскам противника, и по тылам, и по нефтеперерабатывающим заводам, и по крупным военным промышленным объектам. Уже не будет той формат перевеса России в этом направлении. Мы уже осваиваем более эффективную ситуацию. Я думаю, что это идет по нарастающей. И вторая, третья составляющая того, что сейчас мы все больше и больше получаем вооружение техники с Европы. В первую очередь закупаем на внешних рынках, кроме боеприпасов, еще вооружение. И наш ВПК наконец-то разворачивает свою работу в полный рост. Это три составляющие. Ждем через две недели пакет от американцев. Это будут и F-16, это будут атаканцы, это будут управляемые бомбы, это рэпы, это куча боеприпасов, где-то до миллиона штук. Поэтому тут уже могут изменить ситуацию не только стабилизации фронта, как говорит Сырский, а и контрудары, уничтожение глубоких, средних тылов, ну и подготовка к наступательным операциям. Я думаю, стратегии мы должны смотреть не только на оборону, укрепрайон, это важно, уничтожение ресурсов, а новые стратегии в идее войны, которые предлагают контрудары неожиданных для врагов и разворачивание наступательных операций там, где враг не ожидает стратегического уровня. Это, я думаю, как раз покажет перспектива лета осени этого года. Кто выиграет? Мы или Россия все-таки будут дальше наращивать ресурсы и пытаться наступать. Я думаю, что для нас это сейчас будет момент истинный. И наша новая стратегия, уже сейчас мы не раскрываем детали, но она очень будет малоплавная, отличная от того, что раньше было. И получение всех составляющих, как мы сказали, и вооружение, техники, боеприпасов, рэпов, беспилотников, ракетных систем даст перспективу очень мощных, успешных боев в разных направлениях. А возможно, и освобождение больших территорий. Ну, тем более, будем ждать хороших новостей, тем более, что примеры уже были. Напомню, что украинцы изменили характер войны на море. Об этом сказал бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес. В отличие от традиционного морского боя, ВСУ применили против Черноморского флота России новые адаптированные технологии, также использовали операции, саботажи, работу спецназовцев. По мнению Ходжеса, Украина теперь должна оказать еще и давление на российскую логистику, особенно во временно оккупированном Крыму, чтобы сделать полуостров непригодным для использования российскими войсками. Очень много, на самом деле, тут поднял Бен Ходжес, генерал, вопроса в этом комментарии, потому что тут и удачное применение неожиданных для врага технологий, тут и использование оккупированного полуострова Крым как военного хаба российскими военными, ну и, конечно же, логистика, перебрасывание подкрепления, которым, в том числе, удерживается Южный плацдарм российской армии, через Крым отойдет, я так понимаю, через Керченский мост. Николай Георгиевич, Ваше несколько слов, а в этой ситуации, ну и, опять же, ситуация на море, то, что не удается сейчас российской федерации использовать надводные свои возможности флота, насколько это может влиять на ситуацию? Ну, в первую очередь, мы поддерживаем концепцию, которая ранее нашим военным рекомендовали, это нестандартное действие по всем направлениям, многоплановое. Один из примеров, это очень четко свидетельствует работа на море, использование и баллистических ракет, разных типов, украинского производства и иностранного, это, конечно, Stromshadow, это сам и скайпы, и другие системы, которые уничтожают корабли, штабы Черноморского флота, систему управления, системы охранения боеприпасов, нефтебазы на территории Крыма. Это, конечно, разные типы беспилотников, подводные, надводные, воздушные, комбинированные различные типы, баллистические, это то, что дает условия для комплексных ударов по Черноморскому флоту, это не раз проводили, несмотря на все системы противовоздушной обороны в Крыму, на Черном море, на самих кораблях, то есть это уже не работает, уже флот практически во многих отношениях нейтрализован. Вот так, как мы говорим, стандартно действовать, нужно действовать на суше. Это уничтожение на том же Крыму аэродрому, начиная, так сказать, Бельбека, в различных, так сказать, где Миги поднимаются, выпусковые установки Цирконов, которые на территории Крыма находятся, выпусковые установки Ониксов на территории Крыма, выпусковые установки Шахедов, Чуда и тому подобное. Удар по Кельсинскому мосту себя средствами в решающий момент. Это решает логистики, решает основные пункты управления флотом и сам флот, конкретные корабли и подводные лодки. Это, конечно, уничтожение укрепрайонов, которые они пытаются там создавать. при наступательных операциях на юге Крым может быть замкнут полностью и превратиться полностью не в укрепрайон, а как бы ловушку для всех средств, которые там останутся. Но для этого нужно и использовать мощные средства по нейтрализации плота, основных средств авиационных, морских и тех, которые в береговом формате находятся, так, ну и, конечно, грамотно проведение наступательных операций. Такие же схемы, к примеру, должны мы сейчас применять комплексные. Кроме фронта, как мы говорим, новая стратегия, это, конечно, уничтожение на территории России нашими средствами, а уже имеются баллистические дроны и баллистические ракеты, которые могут доставать до Урала. Это использование странных дальнобойных средств по всей территории Украины, включая Крым, уничтожать пусковые установки. Аэродромы, которые сейчас поднимают настрадейские бомбардировщики, это конкретные узлы связи, которые мы делаем. Но это должно быть по всем направлениям. И прифронтовые зоны, чтобы не били Харьков, Запорожье, Днепр, Одессу, уничтожать те силы и средства, которые находятся в зоне недосыгаемости. Они же нас стреляют, точно так же должны мы выявлять их и уничтожать, чтобы, например, тот же Харьков, который только что звучал, не потерпал каждую ночь. Каждую ночь летят или баллистические ракеты, или крылатые, или С-300, С-400, или дальневольная артиллерия. Вот тут должны их выявлять и космическими, техническими разведсредствами, оперативными средствами, агентурными и просто-напросто системно их уничтожать, чтобы они не доставали. Точно так же по Херсонскому направлению. Сейчас Херсонцы тоже постоянно под огнем. Вот. Какие действия? Уничтожить там, когда они еще не ожидают. Воевик, даже когда они развернули свою работу или огонь, или период огня, наносить мощные удары высокоточным вооружением. Это сейчас нужно действительно пополнить, но это очень большая работа. Будут уничтожать средства, которые направлены против энергетики, против людей, но и против наших войск. Николай Григорьевич, смотрите, хотел бы далее, чтобы вы прокомментировали информацию от руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, который в эфире телемарафона «Едыни новына» сказал о том, что в ближайшее время возможно ожидается применение россиянами ракет «Калибр». А почему? Потому что у россиян истощаются запасы ракет Х-101. Как отметил Буданов, «Калибры» накапливались весь этот период, и они абсолютно готовы к применению. И было принято решение из-за того, что «Калибр» является менее эффективным, чем ракета Х-101. И если мы говорим об этой истории, то скажите, в ближайшее время что стоит ожидать возобновления ракетного террора в большем масштабе, Николай Григорьевич? И если мы говорим о целях, то скорее всего мы можем вести речь об объектах критической, в частности, энергоструктуры. Ну, в первую очередь, мы четко отмечаем стратегии России, террористическая деятельность, это комплексный подход. Они обычно бьют именно и баллистикой, и крылатыми, и шахедами. Сейчас в запасе были действительно и «Калибри». Но я считаю, что будут не только «Калибри», потому что мы, как правило, имеем очень четкий опыт их уничтожения, поэтому будут комбинировать. В России ничего нет такого, знаете, уже стандартного. Они пытаются обойти нашу систему противовоздушной обороны, обмануть, например, рэпы наши или радиоперехваты, которые мы получаем в отношении подготовки таких ударов, поэтому будут запускать все виды. У них еще, к сожалению, есть достаточно и крылатых, и баллистических ракет на земном базировании, соответственно, как мы говорим, «Дворского» это «Калибри» и «Дроны». Вот поэтому спокойствия, к сожалению, не будут. Мы к этому готовы ежедневно в режиме 24 на 7 пробовать операции по выявлению и пусков, и поднятия самолетов, выхода различных ракетоносцев и подводных лодок на Черном море, поэтому готовность есть. Единственное, что мы все были готовы, чтобы сохранить свою жизнь, своевременно реагировать на тревогу. Действительно, объекты, инфраструктуры, в первую очередь, энергетики, они хотят лишить нас возможности не только электроэнергии, но и подавить дух людей, чтобы люди страдали от отсутствия электроэнергии, были под давлением какого-то страха, морального упадка, это как будто бы Россия считает, что было требование со стороны украинцев к власти выходить на переговоры на условиях Российской Федерации. И они к этому уже готовы площадки. Например, с турками обсуждали эту тему буквально на днях, Эрдоган предлагал площадку для переговоров. Буквально 3-4 дня назад Китай уже опять вернулся, давайте соберем именно руководителей Украины и России для переговоров. Но тут, конечно, Россия ставит свои условия под давлением вот этих ударов, что люди будут как будто бы поддерживать мирный процесс такого уровня фейковой Российской Федерации. Ну и, конечно, террора по всем направлениям, включая попытки наступательных операций и угрозу наступательных операций с очень мощной информационной работой, что к началу по началу лета, июнь и август, они начнут стратегическое наступление вплоть до Киева. Это фейк большой, я прямо скажу, но он работает ряд, да, СМИ, например, там, Финэйш, Тайсы, другие, это все подхватили и приносят до всего мира. Мы готовимся, то, что говорил Сырский, любым сценарием, имея для этого силы и средства, и таких сценариев, как Россия планирует, она в свое время планирует захватить Киев в первые дни, не получится. Будет очень мощная защита и оборона, и будем наращивать свои ресурсы по всем направлениям. Николай Горькович, большое спасибо за то, что нашли время к нам присоединиться. Всегда вам рады на Фридом. Николай Маломуш, напомню, с нами был на связи, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.